Дорогие друзья, здравствуйте! Портал «Предание» с вами. Я Ольга Лебединская. В гостях у нас сегодня диакон Илья Кокин. Добрый вечер. Богослов, миссионер, педагог. Писатель. Отец Илья у нас сегодня впервые, прежде чем начать, а тема у нас сегодня будет о подростках, о молодежи. Заявлена тема, как с ними разговаривать и о чем с ними разговаривать. И вот поскольку отец Илья непосредственно к этому имеет отношение, и вся его деятельность об этом. Отец Илья, может быть, пару слов расскажите о себе и о том, чем вы сейчас занимаетесь. Да, еще раз здравствуйте. Я выпускник Московской духовной семинарии, Московской духовной академии, кандидат в богословие. После окончания академии я еще получил религиоведческое образование, защитил диссертацию по культурологии. И на протяжении многих лет, наверное, с 2003 года я занимаюсь преподаванием. Три года преподавал в Российском православном университете. Десять лет работал на телеканале «Радость моя». И я думаю, многие родители показывали своим детям мультфильмы по истории Ветхого Завета, где там такая запоминающаяся овечка была, мультфильмы, которые были сняты по стихам. Вот в этом проекте я принимал участие. И последние, наверное, лет 10-11 я занимаюсь созданием учебных пособий для воскресной школы. Наверное, таким вот центральным проектом, который связан с педагогической деятельностью, был учебный комплект, который называется «Прикоская школа под ключ». Это такой маленький красивый чемоданчик, в котором собрано 4 курса для детей от 5 до 17 лет. И в комплект входит 4 курса. Для малышей, для дошкольников курс называется «От нового христианской нравственности». Для начальной школы «История Ветхого Завета» как раз по тем самым мультикам с овечкой. Третий курс называется «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа». Я, наверное, о нем расскажу поподробнее, потому что он еще существует вот в таком бумажном варианте. Не знаю, хорошо ли видно или нет. Это три такие книжечки альбомного формата. Вот он как раз, вот этот курс рассчитан на подростков, на детей 11-13 лет, ну и там старше. И четвертый курс называется просто «Закон Божий». Он такой обобщающий курс, его можно использовать и для оглашения категоризации. И каждый курс построен на видеоматериалах, на телевизионном цикле. Просто в какой-то момент урока мы ставим небольшой видеоролик. Поэтому не нужно каждому ребенку учебник покупать. В комплекте к каждому курсу есть подробная методичка и цветная рабочая тетрадь. Вот. Еще эти тетради продублированы на диске со справочными материалами. И за счет этого такой комплект полностью обеспечивает материалами целую школу. Еще на этом диске есть пакет документов, игры, квесты, инфографика, сценарии праздников. То есть вот все, что вам может пригодиться в работе с детьми для того, чтобы организовать работу с детьми на приходе. В том числе и с подростками. Там есть отдельная папочка, которая называется кинопедагогика. Например, там есть файл, в котором подобраны материалы. В том числе, кстати, я ссылаюсь на сайт предания рук. Да, очень, кстати, полезный в работе педагогу в том числе ресурс. Тоже всегда при случае его рекомендую. И некоторые другие ресурсы предпринимали такой труд по подбору фильмов, которые имеет смысл посмотреть и обсудить с подростками. Действительно, очень такая эффективная форма работы с подростками. И очень хороший повод для общения с подростками. Для того, чтобы услышать его мнение. Для того, чтобы поделиться ненавязчиво своим мнением. И какие-то действительно проблемные ситуации обсудить. Ну и просто вместе приятно провести время со своим ребенком, например. А сейчас, кстати, для подростков еще как раз... Мы только что закончились в Москве рождественские чтения образовательные. И я на секции Затинодального отдела по делам молодежи презентовал новый проект. Такой вот... Я сейчас там очень увлечен. Полгода проводил апробацию этого материала. Этот проект задумывался как совместный проект Синодального отдела по делам молодежи и Государственной Третьяковской галереи. Это такая лекция. Сейчас она в таком мультимедийном формате проходит. То есть все картины и иконы, о которых мы говорим, они просто проецируются на экран. Но вообще изначально предполагалось, что такие лекции будут проходить вживую в залах Третьяковской галереи. Вот пока до этого у нас дело не дошло. Я долго подбирал определения для этого проекта, для этой лекции. Вот в Иркутске где-то месяц назад проходили чтения. Мы в программке запитали лекции расследования. Потому что мы рассматриваем три картины из экспозиции галереи. Это «Явление Христа народу», «Христос пустыни» и «Что есть истина». И прежде чем мы начинаем обсуждать сами эти картины, то, что на них изображено, я говорю о том, что мы, современные люди, формировались где-то в середине XIX века, когда произошла очень серьезная трансформация нашего менталитета, когда истинные стали считать не то, во что всегда верили наши предки, а то, что можно доказать эмпирическим путем. То, что можно доказать с помощью эксперимента, с помощью наблюдений, с помощью какой-то математической модели. То есть это был век торжества разума, торжества такого рационального подхода ко всему. И в это самое время зарождается детектив как литературный жанр. В 1841 году Эдбир Алланпову публикует свой рассказ «Суглиста на улице Морг». И детектив стал очень популярным жанром. И это, наверное, не случайно, потому что детектив – это как бы новая мифология, главным героем которой является человеческий разум. Всемогущий человеческий разум, который может найти ответ на любую загадку, выпутаться из любой ситуации. Он берет на себя в каком-то смысле божественные функции. Он изобличает зло, карает зло. И я предлагаю своим слушателям такую, скажем так, игру. Я утверждаю, что в каждой из трех картин, которые мы будем обсуждать, художник заложил некое тайное послание, которое можно прочитать, обнаружив ключи, которые художник для нас оставил. По законам детективного жанра, ключ – это какой-то предмет, который лежит на виду. Это некая аномалия, которая выбивается из контекста, то, чего не должно быть здесь. И вот мы прямо ищем эти ключи, строим какие-то гипотезы. Это для какого возраста получается эта игра? Ну, я проводил эту лекцию несколько раз в институтах. То есть пока ее слушали студенты. Нет, один раз были старшеклассники. Но я так предполагаю, что где-то 16+. Здорово. А вообще это планируется как-то развиваться? Да, мне очень было отрадно, уже после окончания этого пленарного заседания, где проходила презентация, я имел возможность в минуту переговорить с Владыкой Терафимом, председателем отдела. И он сказал, что это очень перспективное направление, его обязательно надо развивать, это прямо то, что нужно. Многие отцы проявили заинтересованность из епархии, руководители отдела, в том числе и из Санкт-Петербурга тоже. Так что, возможно, через какое-то время удастся и доехать до Петербурга с этим материалом. Отец Илья, ну у вас же такой, очень такой багаж, что педагогический солидный, да? Вы преподавали и в школе, и в университете, как я понимаю. То есть вы знаете наших подростков, нашу молодежь. Вот скажите, чем они вообще отличаются от предыдущих поколений? Говорят, что это сейчас некие снежинки, такие снежинки эмоционально неустойчивые с одной стороны, а с другой стороны они очень знают, чего хотят и свое мнение отстаивают. Вот как вы считаете, кто они, сегодняшние снежинки или не снежинки? Да, вот они во многом действительно, наверное, более хрупкие, чем даже наше поколение. Но я это связываю вот с чем. Я как раз, опять же, эту гипотезу выдвигаю в своей лекции о картинах. И связываю как раз с теми процессами, которые происходили с середины XIX века. Вот с тех пор человек приручил электричество, теперь у нас центральное отопление, теплая вода в доме, у нас стиральные машинки, посудомоечные машинки. Мир стал гораздо более комфортным. Мы преодолели антисанитарию, мы стали более теплоплотными. И вот я, конечно, не настолько наивный, чтобы утверждать, что мир стал добрее, люди стали добрее за это время. К сожалению, XX век вот такое понимание вопроса опровергает. XXI век как-то вот тоже с самого начала решил не отставать от XX. Но мне кажется, вот за счет того, что мы стали более чувствительными, у нас заметно снизился болевой порог. И посмотрите, за вот эти полтора века, с середины XIX века, какие произошли изменения в социальной жизни. Было упразднено рабство, было упразднено бесправное положение женщин. Мы стали милосердно относиться к старикам, к детям, которые до этого в каких-то пансионах умирали из-за того, что за ним никто не ухаживал. То есть вот если мы долгие века и даже тысячелетия раньше могли терпеть рядом с собой боль другого человека, который страдал, который не имел прав, который не мог выразить свою проблему, не имел голоса в этом обществе, сейчас мы не можем это терпеть, сейчас мы пытаемся с этими проблемами справляться. Мне кажется, очень таким показательным маркером становится то, что все больше молодых людей становятся веганами. То есть люди отказываются употреблять в пищу животных, потому что, ну как, животные страдают, попадая к нам на стол. То есть молодые люди стали более чувствительными, и поэтому с ними надо быть осторожнее. У них сейчас есть такие рычаги воздействия на нас, которых каких-то не было у нас, у нашего поколения, а к каким-то мы не прибегали так часто. Ну, например, люди, подростки 80-х годов, не могли, например, снять YouTube-ролик и рассказать, как ему тяжело. И не было столько подростковых самоубийств. Это тоже такой вот способ сказать родителям «нет». И сказать родителям, что мне с вами некомфортно, мягко говоря. Мне слишком тяжело, мне слишком больно рядом с вами. Вот. Так что да, наверное, это вы верно подметили. И подростки стали более чувствительными, более ранимыми. То есть получается, что мы тоже должны к ним немножко по-другому относиться, не так, как раньше относились к подросткам, и быть более предусмотрительными, получается. Да, мы должны быть более деликатными, потому что подросток – это человек, у которого как раз вот к этому возрасту подростковому формируется способность к абстрактному мышлению. Ребенок вчерашний осознает себя свободной личностью, способность сказать «нет», собственно, «отсюда» и вот эти все многочисленные «нет», «не буду», «не хочу». Вот. И, ну, эту свободу надо действительно как-то лелеять и к ней очень осторожно и бережно относиться. Вот у меня в руках телефон, да, сейчас он в авиарежиме находится, чтобы нам никто не мешал. Я переключил его, но как телефон – это совершенно сейчас бесполезная вещь, но у него до сих пор много функций. Можно слушать музыку, смотреть кино, читать книги, какие-то там программы, которые оффлайн работают. Чисто визуально отличается на несколько пикселей, да, вот, когда переключаешь, вот, там появляется такое зеленое поле и самолетик в углу. Вот. Особенно родители, которые пытаются дать своим детям, подросткам религиозное образование, должны помнить о том, что вот это вот решение верить или не верить, это решение принимает сам человек, сам подросток. Нельзя человека к этому принуждать. Вот человек неверующий, вот он, как вот этот вот телефон в авиарежиме, он выполняет много функций, но ему не хватает главной функции, он не принимает сигнал с вышки, да, с помощью этого телефона нельзя общаться с кем-то еще. Вот. Понятно, что это само по себе очень ценно, мы, как верующие люди, это понимаем, быть верующим, да, вот ощущать присутствие Бога в своей жизни, ловить этот сигнал с вышки. Но каждый человек в каком-то возрасте, и периодически человек совершает ревизию вот этого своего решения, очень важный этап в жизни, когда человек снова ставит этот вопрос перед собой, это именно подростковый возраст. И вот переключить эту кнопочку вправо или влево, ребенок решает в этом возрасте, и лучшее, что мы можем сделать для него, это просто деликатно ждать его решения и показывать, что такое быть верующим человеком, просто находясь рядом с ним. Вот. Вообще, вот по вашему опыту, то, что вы наблюдаете, вообще дети сейчас задумываются о таких вещах, как смысл жизни, Бог, это есть? Да, конечно. Ну, это такие вот экзистенциальные вопросы, о которых задумывается каждый человек. Просто последние поколения людей гораздо проще принимают решения не в пользу Бога. То есть, если раньше это была действительно часть каких-то традиционных ценностей, которые передавались, и человек редко вообще ставил так перед собой вопрос, просто по-разному строил отношения с Богом. Кто-то более формально к этому подходил, кто-то действительно занимался подлинным богоискательством. Вот. Сейчас очень многие молодые люди для себя в какой-то момент принимают решение, что, в принципе, эта опция им в жизни не нужна. Вот. И навязываться мы тоже не можем, понятное дело. Ну, конечно. Я сейчас последние пару лет, когда провожу семинар с педагогами православными, я им рассказываю одну историю. Как-то я беседовал со своей хорошей знакомой, психологом, и в какой-то момент она задала у меня вопрос, а как я понимаю, что такое психотерапия? Вот мы спорили о том, как это работает. Она говорит, подожди, а как ты понимаешь, в принципе, что такое психотерапия? Ну, я недолго думаю, говорю, ну, перевести буквально, это будет лечение души, да, там, как бы особо сложностей нет. Она говорит, ну, вот, то-то и дело, что все обычно так это слово переводят, но это не совсем точно. Потому что какая-нибудь герудотерапия, это же не лечение пиявок, это лечение пиявками. Психотерапия – это не лечение души, а лечение душой. То есть что делает терапевт? Вот к нему приходит человек, да, в расстроенных чувствах, да, человек разбитый. Терапевт прежде всего устанавливает с ним какие-то доверительные отношения, да, а потом вот своей душой, которая более гармоничная, более целостная, он перенастраивает душу этого человека. И вот мне эта мысль очень понравилась, она, мне кажется, очень глубокая, потому что так же работает родитель, так же работает педагог, так же работает священник. Да, есть, там, не знаю, педагоги с небольшим педагогическим опытом или, там, не знаю, просто наязычные, но если их душа более гармоничная и цельная, она подберет правильные слова, она найдет какие-то красивые образы и найдет, как достучаться до ребенка. Вот, если педагог или родители, которые хочут передать ребенку какие-то важные христианские смыслы, при этом сам этим не живет, единственное, чему он своего ребенка или ученика научит – это лицемерие. Это ребенок прекрасно считывает, он раньше, чем учится понимать речь, он учится невербально воспринимать тех, кто с ним общается. Он прекрасно считывает эмоции. Вот, так что, опять же, главный инструмент в нашем арсенале и в родительском, и в педагогическом – это наша собственная душа. Вот то, над чем мы должны работать в свою жизнь. Отец Илья, а вот скажите, пожалуйста, все-таки, что волнует, что интересно нашим детям? Ну вот у меня был такой опыт, именно как у педагога прежде всего, потому что когда я с этой ситуацией столкнулся, мои дети еще до подросткового возраста не доросли, я 10 лет преподавал, не 10 лет, 7 лет преподавал в одной православной гимназии, в старших классах, и как бы она по названию была православной гимназией, но детей туда брали всех подряд. Я помню, несколько было мусульманских детей у нас. Ну и были совершенно такие светские ребята, которые совершенно не интересовались верой, церковью и так далее. Я сначала пришел и попытался вести там уроки по учебнику вот этому жизнеучения Господа Иисуса Христа. Вот. Учебник тоже очень изобретательный, я думаю, там ближе к концу я немножко подробнее про него расскажу. Ну, вот, к сожалению, скажем, там 6-7 класс, вот этот материал шел на ура. Но мне надо было преподавать еще в 8-9 классе. И в первых же уроках я понял, что ну вот и такая подача материала, и вообще этот круг тем детям не очень, подросткам не очень были интересны. Я мучился с нами где-то месяц. Один раз мне просто оторвали урок, я не знаю, у них было какое-то особое игривое настроение, они начали кидаться апельсинами, слава богу, не в меня, а друг в друга, но я просто попрощался, встал и ушел. Ну, видимо, сегодня вы не готовы меня слушать. Вот. Где-то вот через месяц таких мучений, вдруг, я не знаю, с чем это было связано, один из детей поднимает руку и задает вопрос, вообще не связанный с тем, о чем я пытался рассказать, я пытался искать какие-то интересные тоже темы, какие-то интересные заходы к тем вопросам, которые я хотел с ними обсудить, но практически это не работало. Вот. И подросток задает какой-то вопрос, совершенно какой-то такой рандомный, случайный, вот, никак не связанный с тем, о чем я говорил, видимо, то, что его беспокоило. Я пытался ответить, потом поднялась вторая рука, третья рука, то есть у нас был такой урок вопросов, и, в принципе, я через какое-то время понял, что им интересно, я начал сам искать материал по этим вопросам, и тогда вот, тогда процесс пошел. Через какое-то время я попытался обобщить вот этот опыт, что конкретно им было интересно, на какие темы они готовы были говорить, что они внимательно слушали, и пришел к выводу, что по большому счету, таким вот неизменным интересом пользовались две крупные темы. было интересно, когда мы говорили о чем-то страшном, мы говорили о смерти, о болезни, о невинных страданиях, например, это тоже очень болезненная тема, которую христиане, честно говоря, с открипом пытаются разрешить, а это для многих является очень серьезным препятствием к тому, чтобы верить. И вторая, конечно, большая тема, тоже очень всегда с большим интересом воспринимаемая, благодаря которой дети включались в диалог, тоже задавали много вопросов, тема любви, тема взаимоотношения полов. Ну, например, вот очень тоже болезненная для многих православных педагогов тема, и даже мне это ставили в упрек, что я такие темы затрагиваю с подростками. Например, тема секса вне брака. Да, я произношу слово секс, говоря, с подростками. Вот, понимаете, самое удивительное, что эта тема настолько выбивается из вот этой картины мира нравственной, вот, ну, просто вот те сомнения, которые могут возникнуть у подростка, который пытается изучать этот вопрос. У нас есть 10 заповедей. Есть заповедь, не прелюбодействуя. С ней всё понятно. Ты делаешь другому человеку больным. Человек, который тебя доверял, который тебя любит, да, ты ему делаешь больно. Это зло, это грех. Заповеди, не занимайся сексом, нет. Вот если два человека свободны, да, вот они познакомились, они друг другу понравились. Что, с христианской точки зрения, им мешает вот пойти дальше? Это грех, который выбивается из определения, которое даёт нам золотое правило нравственности. Да, не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Да, вот, казалось бы, вот, много вопросов. И я пытался говорить с подростками и на такие темы, на очень острые и очень непростые темы, и я не заканчивал обсуждение этой темы, пока мы не находили ответ, который лично меня устраивал, потому что у меня тоже есть какие-то сомнения. И вот эти беседы, которые проходили, они потом нашли свое выражение в книжечке, которая сколько, года 4, наверное, 5 назад была издана в издательстве Никея, называется «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Это две беседы, как раз, о страхе и о любви. Причём, когда мы говорим на тему страха, я использую концепцию такого немецко-американского богослова, психолога Пауля Тилеха, который говорил, что все наши страхи строятся к четырём таким вот краеугольным страхам, он называл их первичные тревоги. Это страх свободы, страх одиночества, страх потери смысла жизни и страх смерти. И вот в этой первой беседе о страхе там вопрос ставится так. Когда мы сталкиваемся с каким-то из этих страхов, мы обычно обращаемся к одному из двух специалистов. Если мы люди верующие, мы идём к священнику, мы идём на исповедь. Если мы люди неверующие, но понимаем, что с этим надо что-то делать, мы сами не справимся, мы идём к психологу. И вот сейчас, конечно, есть целое направление психологии, там религиозные есть психологи, и есть, в частности, христианские психологи, даже есть факультеты в православных вузах, которые занимаются темой христианской психологии. Есть в Москве до недавнего времени был институт христианской психологии. Но всё же, я думаю, что большая часть психологов или агностики, или атеисты, и вот интересно, как по каждому из этих четырёх пунктов, какие советы, какие рекомендации, какие объяснения дал бы православный священник и психолог-атеист, вот какие конкретные рекомендации и советы он мог бы вам предложить. И вот мы, собственно, составляем вот эти два подхода. И каждый из этих вот пунктов, да, из четырёх пунктов действительно вызывал живой интерес у ребят. Это действительно какие-то такие вот вопросы, которые в своей жизни должен разрешить каждый человек для себя. Да, я хочу сказать, что, наверное, это интересно не только подросткам, это всем интересно, это вообще краеугольные какие-то вопросы нашей сегодняшней жизни. Ну вот я как раз, когда говорю о подходе психолога-материалиста, психолога-атеиста, я в основном столоваюсь на работе психолога-экзистенциалиста Ирина Ялома, собственно, экзистенциализм, он как раз-то и разбирает вот эти экзистенциальные вопросы, бытийные вопросы. Вот. Так что, ну да, да, каждое поколение людей как-то где-то для себя находит, может быть, какие-то нюансы в ответах на эти вопросы, но так или иначе тем мы хотим простых и ясных ответов на такие вопросы. И вот в каждом случае я как раз показываю, что психология, ну, не дает ясных ответов, она в каких-то случаях даже избегает говорить об этом. Вот, например, когда в той книге «Дарк-фитерапия» Ялом доходит до вопроса о страхе потери свободы, он вообще советует избегать использования этого слова. Говорят, лучше заменять какими-то синонимами, ну, там, проявление воли, там, решимость, там, и так далее. Но слово «свобода» лучше вообще не использовать. Он не объясняет почему, но если задуматься, то, в принципе, несложно догадаться, потому что для материалиста, для последовательного материалиста «свобода» как таковой не существует. Вот. Недавно мне попалась книжечка такой исследовательницы по фамилии Чорчленд. Вот книга называется «Совесть». И она, вот, она такой психолог, да, клиницист, да, она прямо, вот, так сказать, исследует, какие процессы происходят в нашем головном мозгу, и где-где там прячется наша совесть, из-за каких реакций происходит, мы принимаем те или иные решения, какие там зоны головного мозга активизируются, когда мы принимаем те или иные решения. То есть все будет терминировано теми процессами, которые происходят в нашем организме, в частности, в мозгу. Вот. Так что при таком подходе, свободе особо места не остается, к сожалению. Вот. И это надо проговаривать, да, потому что, ну, потому что, вот как раз подростку-то очень сложно принять то, что я не свободен. Он острее, наверное, чем мы даже ощущают свою свободу. И он острее, чем мы переживают, когда его этой свободы лишают. И на этом надо играть. Ну, у них такие вообще аргументы, у наших современных подростков, теряешься просто, не находишься сразу, что ответить. Вот. Это их сильная, кстати, сторона, мне кажется. Потому что они сразу тебе аргументируют, когда что-то не хотят. Раз тебе и сразу аргументик. Ну, хорошо. Это здорово. Это не дает и нам плесенью покрываться, да, то, что у нас такие достойные соперники, да, в этих порах появляются. Не знаю. Вот по поводу авторитета, вот это же раньше было, наверное, мы чаще прибегали к этому, даже не аргументу, а к тому, что вот я твой родитель, ты ребенок, ты должен меня слушаться. Вот. Сейчас это делать с каждым поколением все сложнее и сложнее. И какое-то время назад я для себя такой сделал вывод. Сначала я сам испугался, что это как-то слишком просто и банально, а потом, ну, как-то я призадумался и понял, что нет, это, во-первых, и правильная мысль, и сама по себе глубокая. У меня был такой тоже какой-то тяжелый в жизни период, но я уже занимался там и педагогикой, и какими-то миссионерскими проектами. И я вот пришел к выводу, что человек, который не чувствует себя счастливым, не имеет права говорить о Христе, потому что он не будет убедительным. Вот. Сейчас одну секундочку. Это очень сложно. Отец Илья, что-то со связью у вас? Нет, как раз просто пришел подросток. Понятно. Да, да. То есть мы же что людям пытаемся доказать? То, что христианство делает вас счастливыми. Но при этом, когда у нас в томих кислая физиономия, и когда по нам видно, что мы несчастливы, это не работает. Вот. Мне кажется, что, опять же, это справедливо и для отношений между родителями и ребенком. Если ребенок видит, что ты полно своей жизни работаешь на нелюбимой работе, что ты ничего не добился, ты где-то не там свернул, и ты пытаешься чему-то его научить, да, и что-то от него требовать, опираясь на свой опыт, то, ну, это не работает. Да, как бы личным примером, да, мы должны, защищаться. Ну, мы, то есть сами ведь не знаем, как правильно поступать, как жить, то есть, практически безнадежное дело получается правильно выстроить отношения. Нет, ну почему? Ну, во-первых, есть счастливые люди, да, давайте, все-таки, не так-то плохо, даже в наше время. Нет, мы все-таки намного раньше этот путь начали, набили свои шишки, нам есть что рассказать, и, кстати, это тоже очень важный такой педагогический прием, рассказывать истории о своей жизни, о своих неудачах в том числе. Это две, наверное, цели, вот такие беседы достигают. Во-первых, мы спускаемся в кафедры, да, и немножечко так вот на равных начинаем с твоим ребенком разговаривать, да, мы показываем, что мы тоже уязвимы, мы тоже слабы, мы тоже делали ошибки, продолжаем их делать. Это немножечко как-то располагает, да, с одной стороны, а с другой стороны, мы опять же за счет таких вот разговоров ненавязчиво рассказываем о том, как мы с этими проблемами когда сталкивались, как мы с ними пытались разобраться. Да, то есть вот очень важно избегать таких вот вещей, как вот такое вот резонерство, менторство, это всегда вызывает аллергическую реакцию. Еще такая вещь тоже, которая относительно недавно для себя понял, если ребенок с вами делится какими-то своими переживаниями, какими-то своими мыслями, но вот еще над какими-то мыслями можно даже иногда посмеяться вместе с ребенком, но никогда, ни за что нельзя шутить над чувствами ребенка. Вот это и для взрослых тоже справедливо. Вот, такое вызывает очень серьезную обиду, это могут долго не простить. Вот. Чего еще нельзя делать в общении категорически? А что? Я не расслабил. Чего еще нельзя делать в общении с нашими детьми категорически? Ну, кроме того, как вот смеяться над их чувствами, лицемерить? Вот я говорю, не достигают цели наши такие вот приказы, когда мы просто говорим, делай вот так, без объяснения. Почему? Подросток прекрасно понимает те причины-следственные связи, ему нужно объяснить это. Если ты там не знаешь, почему это нужно ребенку, если ты говоришь там, делай так, потому что вот мои родители меня заставляли это делать, а сам вот прожил полжизни и не понимаешь, для чего ты это делал, то это тоже не работает. Ребенка какие-то вещи надо разжевывать и объяснять, почему это так. Почему это там полезно, а если поступишь по-другому, это будет вредно, да, вот это приведет к тому-то, тому-то и тому-то. Ребенок уже в таком возрасте способен какие-то такие вот связи выстраивать достаточно долгие причинно-следственные и понимать, почему тот или иной поступок приведет в такой долгосрочной перспективе. У меня тоже был такой опыт, я не знаю, опять же, удачный-неудачный, трудно сказать, но в принципе я своей цели добился, когда старший ребенок уже учился, наверное, в классе в седьмом-восьмом и уже начал задумываться, куда ему дальше поступать, я ему поставил следующее условие, ему сказал, смотри, тебе еще до ЕГЭ там прилично там три года или может быть даже четыре, вот смотри, ты сейчас понимаешь, по каким предметам ты более-менее знаешь что-то, по каким у тебя есть пробелы, вот сейчас до ЕГЭ я готов тебе оплачивать репетиторов, я готов тобой заниматься, я готов всячески тебя поддерживать, потом ты сдаешь ЕГЭ и вот на что ты сдал, вот туда ты на бюджет поступаешь или не поступаешь, или идешь в армию, вот, но это сработало, это сработало, то есть он действительно прям вот последние годы очень активно учился, зубрил, вот, то есть он вступил на бюджет в итоге, не туда, куда он хотел в первую очередь, да, куда-то там не дотянул, но вот зато он понял, что иногда надо какие-то опасные вещи делать без страховки, чтобы понять вот ту опасность ситуации, вот, мне кажется, это в педагогическом плане было оправдано вот этим решением, то есть ребенок должен чувствовать и с одной стороны свободу, с другой стороны ответственность и те последствия, которые его выбор принесет. А вот сейчас такое время, как вообще с ними говорить, трудное время на трудные темы, я имею в виду политику, то они дома одно слышат, в школе другое, в интернете третье, то переходить на какой-то из опытов язык, или что, как? Ну, слушайте, или вообще обходить эти темы? Нет, 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 я за какую-то максимальную честность вообще-то в теме, вот, но уж со своими домашними, тем более. Нет, надо честно говорить, надо высказывать свою точку зрения, не лукавить, я понимаю, что сейчас очень велик таблазн подстроиться под то, под те, какие-то ответы и те нарративы, которые нас окружают сейчас, вот, это, понимаете, это может, конечно, привести и к очень страшным последствиям, ну, вы, я думаю, тоже, среди ваших знакомых немало людей, которые расстроились внутри семьи, да, там, родители заняли одну позицию, там, взрослые дети заняли другую позицию, там, жены и мужья пересторились, оказались по разные стороны баррикад, но, не знаю, нет, я за честность, наступит кризис, наступит, да, может быть, какое-то отторжение, но если люди все-таки любят друг друга, они, я думаю, в какое-то время найдут способы, как, примириться, учитывая, да, позицию каждого, каждые из сторон, с детьми тоже надо об этом говорить, ну, без лицемерия, ступьте, но это универсальный рецепт, в любой ситуации нельзя лицемерить, чем бы это тебе не грозило, вот, к сожалению, к сожалению, когда мы давали во время крещения обет быть со Христом, мы понимали, на что мы идем, что иногда, правда, это, это может быть больно впоследствии, да, вот, к сожалению, сейчас люди, которые открыто говорят то, о чем думают, иногда это им строят, там, не знаю, штрафов больших, да, ну, давайте будем это считать налогом на роскошь, когда правда стала роскошью, вы видите главную опасность для наших детей, но я имею ввиду именно подростков, это все-таки, там, не знаю, интернет, недостаточность общения в оффлайне, или, там, отсутствие лифтов социальных, невозможно себя реализовать как-то в будущем, в чем? Ну, сейчас просто, мне кажется, такой период нашей истории, когда трудно строить планы, и это, это, в общем, подкашивает, да, это выбивает почву из-под ног, потому что, когда ты растешь, ты хочешь понимать, вообще, в каком направлении ты будешь расти, где, там, твои корни, откуда будут влагу получать, и, так сказать, как ты будешь, там, сколько будет солнечных дней в году, чтобы тебе хватило этого, для питания твоих листиков, да, а, когда, вот, такое ощущение, что меняется климат на планете, да, тогда, вот, хочется, не знаю, стать обратно семечком, и жить под землей, и не показываться на солнышке. Вот, вот, в этом, мне кажется, сейчас главная проблема. Если был бы понятен какой-то вектор, вот, уже можно было бы как кто-то обсуждать и на это ориентироваться, ну, да, в таком выжидании находится, как будут разворачиваться те события, за которыми мы все так трепетом наблюдаем. Я, естественно, не думаю, что современные подростки это какая-то новая порода людей, да, которых раньше не было, и которые, к появлению которых мы были не готовы, я думаю, это постоянная проблема отцов и детей, просто, если раньше общество было традиционным, и люди воспитывались, копируя привычки своих родителей, не менялся ни быт, не менялись ни нравы, не знаю, не менялась одежда, мода не менялась, да, все было просто ксерокопии предыдущего поколения, то сейчас мы живем в очень динамичном мире, поэтому вот это вот различие между поколениями видится кажется более разительным, вот это вот разница становится более контрастной, вот, но суть это не меняет, наши дети такие же испуганные подчас, они могут карахориться, они могут качать права, но им также нужна наша любовь, поддержка. Авторитет это есть для них сейчас какие-то? Родители не авторитет, школа думаю тоже. Не знаю, вот мне кажется счастливый родитель авторитет, честный родитель авторитет, не знаю, мне хочется верить, что не так-то безнадежно. Ну, я не могу вспомнить такого, чтобы мои дети как-то со мной прям совсем по-хамски себя вели, ни во что меня не ставили. Вот я вам честно скажу, я диакон, недавно исполнилось 22 года как я диакон, но при этом я не делаю какого-то сильного упора на именно церковное воспитание своих детей, в том плане, что вот мы там по утрам, по вечерам не читаем правила, мы там, не знаю, я не заставляю их поститься жестко, я не заставляю каждую неделю приходить на службу, они ходят на службу, они исповедуют, спрещаются, вот, но это связано прежде всего с тем, когда они посчитают, когда они почувствуют в этом потребность. Есть одна вещь, за которой я свято держусь и которой я дорожу. Вот я им не вру, я не придавал их доверия, и до сих пор оба моих ребенка, старцем, 21, младший, 15, они делятся своими новостями, впечатлениями, они со мной советуются. И вот за эту нить, которая нас связывает, ниточка доверия, которой я дорожу, вот я за нее очень крепко стараюсь держаться. И я понимаю, что если я их предам, если я слухавлю, слицемерю, если я предам их доверие, эта ниточка порвется, и я никак не смогу повлиять на их жизнь. Пока эта ниточка есть, я в их жизни есть. И я могу что-то поменять в лучшую сторону, я могу как-то от чего-то уберечь, например. Скажите, а как вы с ними вообще начинали разговоры о Боге, о вере? Ну, так получилось, что они оба родились уже, да, по факту в церковной семье, и они постоянно ездили на службы, и они в этом росли, то есть мне не надо было какой-то им секрет раскрывать, да, сынок, тебе сегодня исполнилось 12 лет, теперь я тебе расскажу, как устроен этот мир. Ну, скорее, какие-то вопросы, какие-то, может быть, возражения у ребенка появились уже потом, хотя какое-то время, и мне уже пришлось с этим как-то работать. у маленьких детей такие вопросы сами собой рождаются естественным образом совершенно. Ну, вот этот возраст, когда много вопросов задается в 3 года, в 4 года, естественно, какая-то большая доля этих вопросов связана с устройством мира, с Богом, с ангелами, с душой, с умершими бабушками, дедушками, так что ребенок там зачастую проявляет инициативу, ему самому важно и интересно понять, как устроен этот мир. Вот, другое дело, что я говорю, периодически мы устраиваем ревизию своим убеждением, и вот один из таких вот, наверное, самых драматичных периодов, когда это происходит, это подростковый как раз возраст, когда ребенок очень серьезно переоценивает все эти вещи, в которые верил и которым стремился даже, да, какие-то свои там цели пересматривает. Вот, вот здесь надо быть с одной стороны деликатным, с другой стороны очень таким вот как-то бережно с ребенком себя вести, вот, и быть рядом, быть рядом. Я знаю, кстати, что вот у меня такие примеры перед глазами, очень много подростков, которые выросли как бы в церкви, в это время как раз лет 14 ушли, перестали, да, и потом уже они, видимо, будут дальше сами делать свой выбор. Это проблема, которая звучит вот на каждой церковной площадке, на каждом, не знаю, на каждой хипархиальной чтениях, на каждом совещании педагогов подкредственных школ, да, вот пока ребенок послушный, пока вот вот это вот, не знаю, ребенок намного меньше учителя, когда, когда вот еще какой-то, не знаю, страх и уважение его удерживать в классе, это работает, да, ребенка можно там чем-то еще развлечь, там, ребенку можно заставить что-то там учить, изобрить, а потом вот, он осознает, что он не обязан этого делать, и вот там тяжелая задача для педагога, который работает вот как раз с классом в этом возрасте, показать, что, во-первых, ты еще не все знаешь, мне много еще есть, что тебе рассказать, тебе это будет интересно, но просто педагогика, это же тоже, это же творческая такая работа, да, то есть, это не то, что ты купил удачный учебник, хорошо написанный, и вот ты по нему чешешь, да, ты вместе с ребенком какие-то открытия делаешь, ты приносит в класс какие-то вещи, которые ты открыл совсем недавно, вот, например, в воскресенье я вел урок для детей, но, правда, это не подростки, были дети помладше, там, лет 10, и мне попалась, попался кавер одной популярной песни, которая, ну, песня 80-х годов, это группа Альянс на заре, вот, и она года два или три назад снова как-то обрела популярность, где-то там всплыл старый ролик, и как-то те ее там начали смотреть и делиться, уже какие-то каверы пошли, и я с ребятами в конце урока у нас еще осталось время, я послушал эту песню, и говорю, ребят, вы ничего странного не замечаете в этой песне, о чем, вот, в том, как вот, ведется повествование, ну, так они какие-то там свои версти накидали, и говорят, смотрите, там в куплете нет ни одного глагола, там только вот, ну, существительные, прилагательные, там предлоги, там ничего не происходит, там просто идет перечисление, там, сонный блеск земной росы, там, и вот что-то такое, какие-то красоты, единственный глагол на всю песню, это зовут, голоса зовут, то есть, вот, как бы человек живет, живет, в его жизни ничего не происходит, пока он не услышит вот этот вот божественный призыв, да, когда небеса начинают его звать, но, чтобы этот голос услышать, вот, не любой его услышит, и вот в этих куплетах мы понимаем, что нужно, каковы условия для того, чтобы это услышать, во-первых, человек созертает эту красоту, это такой с большой любовью перечисляется и описывается, и последние слова перед припевом, когда, собственно, появляется этот божественный глагол, зовут, громкий смех и райский мед в небесах, да, то есть, услышать этот голос может человек, который знает, что такое радость, и который хотя бы интуитивно почувствовал вкус вот этого райского меда в небесах, и тогда вот он слышит этот призыв. то есть, какие-то вещи, которые ты недавно открыл, которые еще твое воображение занимают, это надо все нести в класс, это надо все нести в семью, с твоими детьми надо обсуждать. Ну и, конечно, ну не знаю, самый такой вот, наверное, простой способ какую-то, не знаю, важную тему обсудить с ребенком, это вот то, о чем мы вначале говорили, это посмотреть какой-то фильм или сериал, я помню, мы одно время с дочкой вместе смотрели американский сериал «Бог меня зафрендил». Очень интересный, такой забавный сериал, небольшой, два сезона всего было, но правда там уже в какой-то момент появляется вот эта вот западная повесточка, которую сейчас особенно у нас не жалуют, вот, но там концепция очень интересная, главный герой это сын протестантского священника, который стал атеистом, потому что он потерял мать в детстве и вот он как бы молился, чтобы она выжила, она там болела тяжело, вот, и как бы Господь его молитву не услышал, как ему кажется, мама скончалась, вот, и он ведет подкаст, он такой вот, ну типа скептик-атеист, вот он тоже там разбирает вопросы веры, там высмеивает верующих, с отцом не общается, особенно со священником, и ему в соцсети приходит запрос друзья от кого-то под ником Бог, но он ради прикола, значит, принимает этот запрос и потом, знаете, как в соцсетях говорят, вот этот пользователь рекомендует вам друзья такого-то человека, и вот в каждой серии ему приходит такая рекомендация в друзья, и он с этим человеком тут же сталкивается, понимает, что человеку нужна его помощь, в каждой серии он пытается этому человеку помочь, ну и так как-то его отношение с Богом и с Верой тоже меняется, и с отцом тоже, вот, так что такой вроде молодежный сериал, такой приключенческий, но вот двойным дном, вот, так что рекомендуете каких-то сериалов для совместного просмотра, может быть, еще порекомендуете несколько фильмов и сериалов, я не знаю, для подростков постарше, для таких вот уже людей там лет по 17-18, я бы очень посоветовал такой сериал, там было 4 серии, этот цикл назывался Human, если я ничего не путаю, это французский режиссер, к сожалению, имени не назову, он опросил несколько тысяч человек, по-моему, две тысячи человек в нескольких десятках странах мира, и он там обсуждали с вопросом, что такое любовь, что такое свобода, что такое насилие и так далее, и люди просто давали какие-то коротенькие ответы, и весь фильм просто вот на черном фоне голова, кадры, говорящие, и вот просто люди что-то рассказывают, там очень красивые, очень живописные перебивки, какие-то пейзажи, там еще что-то, очень красивая музыка подложена, и меня этот, конечно, сериал потряс, там первый эпизод самый такой просто, вот это вот, сразу ты получаешь удар под дых, свою историю рассказывает человек, который сидит в тюрьме, он получил пожизненный срок, такой вот очень колоритный, афроамериканец, он убил свою девушку, и там, по-моему, чуть ли не девушку и дочку, что ли, жену и дочку, его посадили пожизненно, и его навещает мама этой женщины, она христианка, она его простила, она его поддерживает, мама убитая им женщина, и вот он рассказывает это, он начинает плакать, он начинает кашлять, ему сложно говорить, это очень сильно, я помню, как-то рассказал, как только сам увидел этот сериал своему другу, священнику, а он как раз руководил молодежным центром у себя на приходе, он тоже это посмотрел, ему тоже безумно понравилось, и он устроил показ этого фильма на приходе, и он, конечно, очень креативно подошел к анонсу, он говорит, если вы хотите почувствовать себя на месте священника, принимающего исповедь, вот приходите, с такого-то села в такое-то время, вот, тоже очень горячо рекомендую, тоже есть о чем поговорить, посмотреть, как это. А вот вы как раз коснулись немножко исповеди, вот скажите, пожалуйста, вообще исповедь для подростка, она какая должна быть вообще? О чем он вообще может говорить на исповеди, он еще ничего не успел сделать, подростки, это люди, которые очень много экспериментируют в своей жизни, поэтому этому подростку каждому есть о чем поговорить, но тут общий принцип исповеди сводится к тому, что мы должны говорить о том, что болит. Мы можем, конечно, взять книжечку там к омочкающимся, пройтись по всем пунктам и так свериться, ну, как бы, ну, да, хорошо, окей, ну, вот это было, ну, вот что-то такое. Но если это не беспокоит, об этом, ну, не знаю, если это не какой-то смертный грех, и он почему-то тебя не беспокоит, да, конечно, об этом тогда надо поговорить, это тому по себе тревожный симптом, да, а так надо говорить о том, что действительно, ну, как-то вот натирает, мешает, вот, вот прежде всего надо об этом говорить. Когда с этим справишься, с Божьей помощью, выкрутится какая-то другая проблема, то есть Господь так будет человека от одной болезни освобождать, и человек будет переходить к каким-то более глубоким уровням. Вот, мне кажется, не надо прям вот засыпать батюшку там списком грехов. Это тоже такой, какой-то очень неправильный формальный подход к исправению. Вот, мне кажется, очень важно прежде всего установить контакт между подростком и священником, да, чтобы подросток понял, что батюшка не кусается, что батюшка терпеливо выслушает, посочувствует, проявит эмпатию. Батюшка скорее тут получается. Вопрос скорее к батюшке. Да, к сожалению, не все с этим справляются, не все могут работать с подростками, да, и вот делать скидку на какой-то там их возраст и там какую-то свойственную подростковому возрасту дерзость. Вот, да, к сожалению. Вы знаете, кстати, я периодически захожу на сайты, где вот продается эта книга и читаю отзывы, мне просто по-моему интересно, что люди об этом говорят. И меня очень тронул такой отзыв, какая-то женщина очень благодарила за книгу, и она написала, у меня был крайне негативный опыт общения с священником в церкви, то есть я пришел там с какими-то проблемами, меня там отругали, мне нахамили, это отбило у меня желание возвращаться в церковь, я долгое время не ходила. вот эта книга, в ней не было ничего из этого, никакого менторства, никакого резонерства, никаких претензий ко мне, потому что я грешница. То есть это очень такой бережный и с любовью подход к человеку. Я поднимаю, потому что когда я готовилась вот к этой передаче, я тоже эту книжку посмотрела, почитала, и очень жалею, что она мне раньше не попалась, одну могу сказать. Ну, слушайте, ну, и я-то ее писал, набив много штыжек своих, да, вот если бы мне эта книжка попалась в юности, я думаю, что я бы тоже многих ошибок в жизни не допустил. что делать? Значит, эти ошибки тоже какую-то ценность имели. Ну, да. Я помню, я три года, когда вот еще работал на телеканале «Радость моя», отвечал на вопросы, которые приходили на сайт «Закон Божий». Рубрика называлась «Вопрос священника», но почему-то долгое время вот не могли найти священника, чтобы он отвечал, поэтому я отвечал анонимно, просто вот некий такой абстрактный священнослужитель. Вот. И часто писали люди, которые не могли себе простить какие-то, ну, такие действительно тяжелые проступки, совершенные по молодости. Вот. И вот там три года, а люди вот находились в таком надломленном состоянии. Я помню, я каждый раз писал следующее, что если вы сегодня, оказавшись в той же ситуации, ни за что бы этот поступок не совершили, значит, вы другой человек уже. Того человека уже нет. Вот. Так что, ладно, будем благодарны за то, что сделали ошибки, но поняли, что было не так. отец, я вот еще хотела вас спросить, то есть мы немножко этого коснулись, то, что дети, выросшие в церкви, они уходят, но зато в этом же возрасте приходят дети, да, которые выросли в атеистических каких-то семьях, но задаются вот этими вопросами и ищут ответы, в том числе и в церкви. Скажите, пожалуйста, ну, допустим, Москва, Питер, да, есть такие приходы, где очень, как бы, экологично их принимают, но вы же ездите по стране с миссиями, видите, совершенно разная, наверное, как бы, обстановку, разные приходы, как у нас с этим вообще в нашей большой России? Ну, по-разному, но, опять же, я говорю, если мы говорим о детях, там, не знаю, начального школьного возраста, то это еще более-менее как-то поставлено, вот это мы как-то научились, да, детьми там что-то там лепить, спектакли какие-то ставить, еще что-то, вот, мы не знаем, что делать с подростками, именно потому, что они задают постоянно неудобные вопросы, вот, нам-то профи им рассказать, как про спорку натощак есть, да, потому что здесь все понятно, да, здесь понятен алгоритм, а те вопросы, которые они задают, которые их волнуют, там, в том числе, там, не знаю, по политической ситуации, это то, чтобы мы сами не разобрались, а мы хотим сохранить лицо, мы хотим сказать, знаешь, что, у меня был очень такой, запомнившийся мне опыт в первом классе семинарии, я пришел такой еще, да, юноша с горячим взором все так вот подпринимал за чистую монету, у нас был преподаватель, который вел курс катепизиса, и нам еще нашему классу так повезло, у нас был большой очень набор, был большой конкурс, это начало 90-х, в семинарии много людей шло, у нас было три класса, по 30 человек, и вот наш класс Б, он учился не по катепизису филарета Дроздового, святителя, а по учебнику вот этого преподавателя, и нам приходилось зубрить там раза в три больше, чем классу А и В, нашему несчастному классу Б, и вот мы дошли до темы воскресения Христова, я помню, на уроке поднимая руку и обращаясь к преподавателю, говорю, а вот я никак не могу понять, вот там же и Христос там пророчествует, и там ссылается на ветхозаветных пророков, то он будет во гробе три дня и три ночи, он там же никак не получается три дня, его распяли в пятницу вечером, вот в субботу он провел во гробе и в воскресенье рано утром воскрес, то есть получается как бы две ночи и один день. Он меня так отчитал, он говорит, где вы вообще это взяли, какую-то предстантскую книжку что ли прочитали, я столько лет преподавения ни разу такого дурацкого вопроса не слышал, то есть человек настолько находится в отре от реальности, он так сам был растеян тем, что этот вопрос прозвучал, а он не знает на него ответа, что он просто начал на меня нападать. Не надо бояться показать своего незнания, не надо бояться показать свои слабости, это делает вас человеком, это делает вас в глазах вашего собеседника уязвимым, ранимым и вызывает к вам какое-то более трепетное отношение, да, потому что, ну как, ну лежащего не бьют, да, если вы упали, тоже вместе со своим собеседником споткнулись и вместе вот растянулись, да, то, ну как с вами как-то агрессивно общаться, вот, так что, и это вообще очень здорово, когда вы услышали там от ребенка или там, не знаю, от друга какой-то вопрос, на который сами не знаете, ответы занялись исследованием, да, можно предложить вместе поисследованию, давай погуглим то, что он найдет и обсудим потом, вот, так что главный диалог, главное вести диалог, вот, и держаться за этот диалог. Спасибо, Илья, а вот все-таки наши подростки, ну они же хорошие, и вообще они такие продвинутые, и вообще много знают, много чего умеют, то, чего мы не умеем даже, вот скажите, чему мы сами-то от них можем научиться? Вот я знаю, чему я научилась недавно, от твоего почти подростка, я научилась, ну, знаете, когда вот появляется какая-то новость где-то в телеграм-канале или что-то такое, и первая эмоциональная реакция такая, ой, какой кошмар, вся пропала, все, значит, надо кому-то чего-то рассказать, и, а мне мой сын говорит, мам, а где первоисточник, а где пропы, то есть, вот у них, и это не только у него, у них такая, какая-то вот, то, что они в информационной среде, как-то, лучше ориентируются, чем более старшее поколение, и они недоверчивые, так-то вот на мекине не проведешь, и вот я теперь, прежде чем что-то, у меня первая так, а где первоисточник, а где пропы, вот я этому научилась. Ну, это уже опыт, да, я согласен, но мы более легковерные, к сожалению. Хочется думать, что это вот, как апостол Павел говорит, любовь всему верит, да, что это признак того, что мы достигли чего-то в любви, но скорее всего нет, скорее всего это как-то по-другому объясняется. Ну, любой, любой диалог, это же, ну, взаимообогащающий процесс, конечно. Я сейчас не могу, вот прямо сейчас сходу сказать, привести какие-то, там, примеры того, чему я научился, там, из твоих учеников, но иногда, очень часто я стараюсь во время урока, да, устраивать какие-то интерактивы, я задаю какие-то вопросы, ребята подключаются, начинают какие-то свои гипотезы высказывать, и я примерно знаю, какие есть варианты, то есть я этот вопрос заранее продумал, но очень часто звучат такие гипотезы, до которых я не догадался, да, то есть всегда вот какой-то свежий взгляд бывает ценен. И я помню, я очень много ездил с проектом, это было у нас на телеканале «Радостная моя», выходило такое пособие «Дорога к храму», и это пособие было победителем конкурса за нравственные подвиг учителя, и я предложил провести презентацию в виде открытого урока, чтобы показать, как вот можно этими материалами пользоваться. И мы там с ребятами обсуждали, что такое вера на уроке, я помню, самый первый урок «Рамя Федора Спасителя», вот я задаю ребятам этот вопрос, и я Андрея Борисовича Зубова прочитал, что слово «вера» этимологически связано с индейеранским корнем «вар», который означает огонь, жар и так далее. И вот я это все рассказываю на уроке, я говорю, поскольку русский язык является тоже потомком этого древнего произыка, в нашем языке сохранилось немало слов с этим корнем, давайте какие-то примеры вспомним. Ну, там стали вспоминать всякие там пароварки, кроварки, варенье, повар, и встает какой-то мальчик и говорит «Барежка, мне это в голову не пришло бы», я говорю, «Подожди, это было…» «А я вот как бы как сейчас говорят в моменте не понимаю это вот, кто-таки это правильный ответ или это случайное просто какое-то созвучие». Я говорю, «Подожди, давай разбираться, если эти слова однокоренные, они должны как-то между собой быть связаны». Вот сейчас только что сказали «варенье», ты говоришь «варежка», как может быть связано «варежка» и «варенье», какая между ними связь? Мальчик недолго думает, «Ну, чтобы поесть варенье, надо варежку разъянуть». Ну, то есть мы потом разобрались, скорее всего, действительно, это однокоренные слова, кстати, вот прям у каких-то профессиональных филологов не узнавал, но вот мы нашли связь, потому что варенье, то, что варят, то, что связано с теплом, и, собственно, варежки, это то, что помогает сохранять тепло наших рук, то есть вот как бы этот общий знаменатель мы нашли. Но это прям вот в момент на уроке все происходило, то есть это не было какой-то домашней заготовкой. Ну, что, быстрый, молодой ум. Отец Илья, еще такой вопрос у меня, вот все-таки все-таки формат скажите, вот если бы все зависело от вас, вот какой формат общения с подростками на приходах должен был бы быть? Ну, я думаю, что должно быть, во-первых, несколько форматов, я за полиформатность, то есть это может быть какой-то урочный формат, но ни в коем случае не с домашними заданиями, не с оттенками, ни в коем случае, причем это не только моя позиция, слава богу, официальная позиция Синодального отдела образования и крикизации, кстати, с Геннадием Войтишко очень часто об этом говорит, да, то есть мы просто ребятам предлагаем какой-то материал, который можно обсудить, который можно как-то в игровой форме пережить, вот, например, вот этому комплекту Приказская школа под ключ, я начал выпускать каждому из четырех курсов набор для проведения квеста, вот пока был выпущен только первый такой набор по Ветскому завету, история Земля обетованная назывался, то есть это такая коробочка, там сценарий квеста, там инструкция, как подготовить все локации и весь реквизит, который понадобится, и вот я просто перед вашим вопросом вспомнил, как мы проводили апробацию этого квеста, и мы приехали в одну подмосковную воскресную школу, и там были дети, которые готовились к Олимпиаде по библейской истории, и, собственно, там надо было, понятно, что ориентироваться в этом материале, и, в частности, там был момент, когда дети переходили Красное море, начиналось все там с явления бога Моисея по Неополимой Купине, вот, и заканчивалось уже приходом в земле обетованную, и когда дети переходили Красное море, у нас было поставлено четыре парты, мы задрапировали их такими занавесками для душа, голубыми, красивыми, это у нас было море, раступившиеся, и надо было правильно ответить на пять вопросов, каждый правильный ответ, это вот шаг, вот цели, и вопросы были по библейской истории, и дети просто вот как орехи их щелкали, и в какой-то момент я испугался, и подумал, ну, наверное, им не интересно, то есть они просто, ну, их попросили поучаствовать в этом, да, для хорошего, доброго дела, но, вот, вряд ли это что-то для них будет запоминающееся, вот, но потом, когда все закончилось, нет, ну, как бы все прошло живо, они там, где-то там, где-то там, где-то бегали, где-то думали, где-то там, что-то такое, проявляли тоже креатив, потом мы их подробно расспросили, что им понравилось, что им казалось непонятным, что бы они поменяли, и они сказали очень важную вещь, которая меня как-то очень обнадежила, они сказали, вы знаете, да, мы знали ответы на вопросы, но у нас материал наконец-то улегся в голове, если они знали ответы на вопросы, но тут они эту историю прожили, они прошли этот маршрут, они пропустили это через себя, и теперь это часть их собственной историями, вот это очень важно, то есть я всегда говорю за то, что надо не стесняться пользоваться игровыми методами, правоклавные педагоги очень напрягаются и очень боятся, но вот я тоже, когда этот вопрос мне задают на семинарах, я рассказываю историю о том, как, то есть это две истории в одной, это два разных эпизода, но проблема одна и та же, первый эпизод я сам наблюдал, даже участвовал в нем, к сожалению, вот, о втором мне рассказали знакомый священник, он приносит маленького ребенка на причастие, ну, года три, он брыкается, кричит, не хочу, не буду, вот, подносит его уже к чаше, и пожилой, опытный протеерей говорит диакону, а диакон, я, ну, держи его крепче, я бедного ребенка там хватаю, зажимаю, чтобы он не мог шелохнуться, и батюка, значит, ему там ввинчивается лжицу густая, говорит, ты сам еще не знаешь, чего хочешь, и вот этот вот обалдевший ребенок шокированный, его уносит запивать, это одна история, а вторая история, вот я ее, к сожалению, не видел, но я бы лучше бы вторую историю с твоими глазами увидел, такая же ситуация, тоже ребенок капризничает, плачет, молодой священник тяжий разворачивается, уходит по алтарь, и выходит на столью с игрушенной машинкой, стадится на столью, ну, знает ее катать, все причастники стоят, ждут, вот, ребенок это как-то краем глаза видит, немножко успокаивается, вызывает батюшка у него интерес, через минуту он его подзывает к себе, ребенок стоит рядом, они еще катают там пару минут эту машинку между собой, ребенок совсем успокаивается, священник говорит, ну что, будешь причащаться? я говорю, буду, вот, священник управляет, с чаши его причащает, вот, казалось бы, первый священник сделал все правильно, да, то есть, вот он, вот ему надо было причастить, он причастил, но совершенно непонятно, что будет потом с этим ребенком, вот, захочет ли он, став подростком, прийти в храм, где, ну, фактически над ним совершили, ну, насилие, да, против его воли ему что-то там в рот запихнули, да, металлический какой-то предмет, вот, наверное, для него это будет серьезная травма, я очень надеюсь, что как-то Господь все-таки его не оставит и в церковь придет, а второй ребенок, я думаю, что в следующее воскресенье с радостью пойдет в этот храм, где такой классный батюшка, и вот те игры, которые мы используем в воскресной школе, те игровые методики, которые мы используем в рамках преподавания, это вот такая вот машинка, она нужна не сама по себе, а она нужна потому, что благодаря ей ребенок, его внимание, приховывает к тем важным вещам, ради которого церковь, собственно, и существует, вот, поэтому я считаю, что не надо этих методов пугаться и какой-то ожидать от них подвох, вот, они работают, и школы, где это используется, там есть и дети, и подростки, и их много, они не уходят из этих школ, опять же, тут тоже я собираю отзывы о комплекте «Прикатская школа под ключ», и я много раз слышал от педагогов, ну, собственно, эти отзывы можно там многие из них почитать на сайте, где эти пособия все представлены, сайт где-то «Водитель РЭФ», «Водитель» — это буквально период слова «педагог», вот, мне многие педагоги говорили, у нас, вот, то, почему мы раньше преподавали, да, и эти пособия, это прям небо и земля, у нас, наконец, дети не хотят уходить из школы, очень такой важный показатель того, что удалось достичь цели, да, то есть, когда храм, воскресная школа для ребенка становится таким вот домом, где ему хорошо, откуда ему не хочется уходить, вот, это, я помню, тоже, где-то недавно тоже мне ребенок задал вопрос про то, вот, что такое Царство Небесное, вот, как вот нам понять, кто нас ждет в Царстве Небесном, тоже я предложил фантазировать, я говорю, а как вы себе это представляете, ну, обычно у детей какие-то такие, достаточно печальные представления о рае, ну, там райский сад, ну, яблочки можно есть, ну, там люди ходят туда и поют какие-то песнопения, ну, и как-то вот ребенок все это перечитая, становится все грустнее и грустнее, я говорю, ну, вот, скорее всего, нет, во-первых, для нас то, что нас ждет, будет сюрпризом, как бы мы себе это не представляли, скорее всего, это будет очень не похоже на это, да, сам апостол Павел нам говорит, что ухо не слышало, око не видело и на сердце не восходило то, что уготовил Бог любящим его, а единственный, наверное, такой вот намек на то, что нас там ожидает, мы видим в эпизоде преображения на горе Фавор, когда апостол Петр, да, за свидетельством, что вот нам так хорошо здесь быть, давай мы здесь построим какой-то шалашик, будем здесь вечно, то есть вот человек вкусил такой вот пробничек старства небесного, ему захотелось никуда не уходить, вот быть, быть вечно, вот в этом состоянии, быть вечно с Христом и со святым, вот, так то, так то вот, когда говорят о том, что ребенок не хочет уходить из воскресной школы, я для себя отмечаю, что значит что-то такое, вот ребенок тоже к этому райскому меду, вкус этого райского меда небесного смог почувствовать. Отец, Огромное спасибо, очень интересная беседа, вы еще хотели что-то показать? Да, я хотел немножечко все-таки рассказать про вот этот вот учебник, про это учебное пособие, здесь учебник, Христоматия, рабочая тетрадь, вот, ну, учебник Христоматия в двух частях, потому что очень большой материал, вот, сейчас тут последние редакции 20-го года, это первый год обучения и второй год обучения, соответственно, выглядит это вот так вот, вот, текст урока, но помимо текст урока здесь на полях дается иллюстративный материал, еще статьи, причем это могут быть там, жития, цветы, какие-то толкования статические, какие-то научно-популярные статьи, например, в теме Рождества Христова поклонения волков у нас статья про то, как разные астрономы представляли себе природу эфриэнтской звезды, кто-то говорил, что это был парад планет, кто-то говорил, что это было рождение сверхновой, вот, все вот эти вещи мы тоже пересказываем, потом, после каждого урока еще идет Христоматия, это духовная поэзия, это фрагменты из Евангелия, фрагменты пробоведей, какие-то яркие, интересные, даже проза есть, богослужебные тексты с переводом, после некоторых уроков еще идут такие вот тематические развороты, то есть какие-то материалы, которые не поместились, например, в короткую статью, вот здесь тоже дополнительно даны, например, «Заветное пророчество о Божьей Матери», «Заветное пророчество о Христе», есть, например, такая рубрика «История одного шедевра», видите, я так вот издалека шел к этой теме лекции по картинам из Тетяковской галереи, есть, например, тоже, ну это была вторая часть, тоже не буду сейчас искать, например, разворот, посвященный единицам измерения времени, расстояния, длины, там, денежным единицам, которые бытовали во времена Христа, вот, то есть, получается, что каждый урок это такой вот набор пазлов, и ты должен из этих вот разных чекей собрать какую-то цельную картину, еще вот в последнем издании здесь даны в самом начале такие вот условные обозначения, да, ну такие сокращения, там, РТ, это рабочая тетрадь, там, ДЧ, это дополнительное чтение, и там дальше идет номер, и прям в самом тексте урока вот эти пометочки стоят, то есть, вы там прочитали какой-то кусочек, сейчас выполняете такое-то задание, сейчас читаете такой-то текст из приложения, и так далее, сейчас стало прям гораздо удобнее, и чуть подробнее позвольте я расскажу про рабочую тетрадь, вот, она, во-первых, цветная, она очень красиво иллюстрирована, и здесь очень большой разброс типов заданий, например, есть у нас комик, посвященный притче о блудном сыне, то есть, если это делается не в классике, конечно, можно его и раскрасить, но главное расцветать диалоги, причем, здесь вот эти вот спичбаблы, вот эти вот облачка, они очень небольшие, а, ну, монологи там в этой притче, они достаточно длинные, вот я помню, как-то я в классе с детьми выполнял задания, и вот мы дошли до последнего эпизода, когда старший сын возвращается к отцу, там ему претензии предъявляет, и там такой длинный монолог, там, я столько лет тебе служу, ты никогда мне не давал козленка, там, спичбабл уже давно закончился, если бы мы все это пересказывали, и тут вот в чем творческий момент, надо вот этот вот текст как-то вот утрамбовать и уместить какую-то короткую фразу, и ребенок, по-моему, гениальный нашел выход, у нас в итоге старший сын говорил, почему одним все, другим ничего, вот, потом есть, например, опять же, вот я говорил про пазл, вот у нас есть пазлы, есть настольные игры, вот, например, игра в морской бой, но каждый кораблик это какая-то страсть, трехпалдник это гордость, трехпалдник это умение, зависть и так далее, то есть можно играть с соседом по партии в морской бой и помогать ему бороться с страстями, а 10, ой, ты ранил мою гордость, вот, а вот это вот, к теме пост, здесь две тарелочки, постные, скоромные, если выполняете в тетради, можно просто соединить все вот эти вот, всю эту еду, с нужной тарелочкой, а если в классе выполняется, собственно, что рекомендовано, то, тогда, это выполняется по принципу игры, съедобные и несъедобные, только постные, скоромные, вот, есть какие-то творческие задания, например, дидактический синквей, надо написать стихотворение по заданному образцу, есть работа с контурной картой, вот, например, у нас апостолы, каждому присваивается какой-то цвет, вот, например, Петру мы присваиваем желтый цвет, на следующем развороте у нас контурная карта, и вот желтым цветом отмечена область, где апостол Петр проповедовал, есть еще такое творческое задание, например, к теме о воскрешении праведного лазаря, мы говорим, что если бы это событие произошло бы в наши дни, то, конечно, это стало бы мировой сенсацией, об этом бы писали, там, где, там, журналы, блогеры, там, об этом бы снимали репортажи, вот, у нас, представьте, есть фрагмент Иван Диат и Анна, с точки зрения журналиста, это свидетельство очевидцев, вот у вас на руках есть свидетельство очевидцев, и вам нужно написать статью об этом событии, сейчас все-таки найду, нужно придумать название статьи, нужно придумать, вот, нужно придумать анонс, также здесь даны иллюстрации, которые можно использовать, и, собственно, там текст статьи, вот здесь одна страничка и вот что наобороте страничка, да, то есть написать коротенькую статью об этом событии, вот, то есть мы пытаемся закрепить пройденную тему самыми разными способами, чтобы ребенок каждый раз удивлялся, чтобы ему было интересно, и надо сказать, что по этим пособиям, по комплекту Прикладская школа под ключ, сейчас учится, ну, почти треть всех школ Русской Православной Церкви, вот, и отзывы очень хорошие, так что, если кто-то хочет, ребенка там с малых лет до уже взрослого возраста, какой-то... И дома можно использовать? Да, да, конечно, вот, то, то, то горячо рекомендую, единственная грустная новость, сейчас, в связи с тем, что очень подорожали услуги типографии, бумага подорожала, к сожалению, я принял такое непростое решение, сейчас, вот, как бы, остатки тиража расходятся, я какое-то время беру паузу, я постараюсь найти какое-то решение, уже сейчас у меня есть идея, как можно сделать пособие в правом формате, да, как это все перенести на флешку, вот, но надо какие-то вещи еще додумать, вот. Спасибо огромное, отец, я бы очень интересно, вообще, видно, что вы неравнодушный человек с любовью к детям и и к твоим и не к твоим. Ну, вот, буквально в последние минуты прошу вас напутствие какое-то дать нашим зрителям, нашим родителям и не только родителям, от Диакона или Кокина. Ну, напутствие простое, надо беречь свою душу, да, очищать свою душу, и тогда пытаться стержать дух мирный, как говорил преподобный Серафим, и тогда это позволит нам быть более убедительным и в общении с детьми, и в общении с ближними, вот, вот, это самый эффективный способ, который у нас есть. нет каких-то магических секретов, как манипулировать нашими ближними, да, есть, конечно, какие-то там NLP технологии, там, да, есть какие-то там секреты маркетинга, которые позволяют нам быть убедительными, что-то там кому-то продавать, да, потому что если мы там что-то человека заставляем делать, мы ему тоже что-то продаем тем самым, но, опять же, в долгосрочной перспективе это не работает, вы получите послушного раба в лице ребенка, или там вы сможете настоять на своем разговоре с подчиненным, но вы не получите любящего ребенка, вы не получите верного друга, если будете использовать такие вещи, для этого только один способ быть честным и самому проявлять любовь. Спасибо, отец Илья. Спасибо вам. Прощаюсь с нашими зрителями и с вами, надеюсь, что, вы у нас еще побываете. Надеюсь, до свидания. До свидания.